Хэй, хэй, хэй! Всем привет, акулята! С вами главный акула Чинацкий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием ManEater. Начнём мы сегодня с того, что, конечно же, сразу же прокачаем свои биоэлектрические зубы, стоит это 8 тысяч, у нас, к счастью, есть всё, что надо, поэтому с удовольствием, и, собственно говоря, а, усовершенствую, я их ещё лучше прокачал, короче, да? То есть, по сути, они у меня уже сейчас, ну да, я вот вижу, что они у меня синенькие, аж биоэлектрические зубы, брынг, вообще красиво. Ну ладно, чё сказать, погнали, погнали, посмотрим, что интересного мы сегодня сможем найти, я, если честно, прям в предвкушении, потому что с каждым разом мы делаем всё более и более интересные дела. Так, давайте, наверное, отслеживание задания включу, бить 10 акуней, звучит это довольно-таки изично, я даже не вполне уверен. Стоп, а меня вообще в правильное место отправило? Я в озере? Я не в речке, разве? Слушайте, нет, я в озере. Странно, на самом деле, немного, я почему-то подумал, что окуни остались в нашем старом мире, но окей, хорошо. Так, давайте тогда отправимся по значку, блин, 500 метров, это довольно далеко. Ой, ребят, я даже, пожалуй, вырежу этот долгий-долгий путь сюда, но это было крайне тяжело, по каким-то канализациям нырял, я, наверное, минут 10 плавал здесь, не знаю. Чё-то я заплутал немножко, честно говоря, и вот приплыл к какому-то аллигаторскому логову, где и много достаточно таких акуней. А окуни, это, как раз-таки, то, что нам с вами нужно, чтобы прокачаться. Блин, канализация здесь, конечно, просто полны аллигаторов, всяких крокодайлов, и это, честно, признаться, вот, напрягает. О, а мы с вами выплыли в какой-то новой зоне. Ща, давайте окуня дожерём, чтобы закончить это задание. Мы обосновались поблизости от выведенных из эксплуатации башен атомной станции. У акулы есть шанс узнать на практике, давит ли гамма-излучение суперспособность. Не-е-е, атомная станция, вот куда мы с вами приплыли. Окунь-альбинос, омаль, короче, здесь всякие мутируемые рыбы, по ходу дела, будут, я так понимаю. Да, видите, нас прям жёстко прокачивает. Слушайте, ну давайте затестим, чё это за штуковина-то, мы прям даже дамажит, да? Да, дамажит. Радиация, по ходу дела, это дело серьёзное, по ходу дела, туда мы пока добраться не можем. Уничтожить цель барак... Так, не, не барракуда, кого нам надо уничтожить? Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э... Кого? Окуня, не, не окнень. Кто-то там, по ходу дела, есть. Ну давайте подплывём, посмотрим, мы надеемся, что это не кто-то совершенно ну, серьёзный, надеюсь, это... Нет, конь. А, туристический глиссер, блин, я думал, что это аллигатор будет. Нет, так, туристов... Ага, здесь охотники, хоть это и туристы, но, по ходу дела, туристы с пушкой. Окей, не вопрос, не вопрос. К счастью, я себя с охотниками чувствую довольно-таки уверенно. Найс. Минус еще один. Так, давайте попробуем наверх. Блин. Ну, он его кусает, но... Вот, вот так получилось. Найс. Еще минус один. И сейчас последнего. А, все мы уже сделали. Отлично, ядерный вариант закончен. Да, вот так вот прекрасно. Ой, чувак, ну здоров. Ну, что ж ты сюда-то приплыл-то? Я не рекомендую тебе этого делать, не рекомендую. Давай поплаваем немножечко. Ну, куда же ты, ну куда же ты. До свидания. По-быстрому перекусим. Наши электрические зубы только лучше нам позволяют охотиться. Так, а какое сейчас вообще задание у нас с вами будет? Динамика окуней на перекрестке вверх. Давайте попробуем 8 окуней этих убить. В принципе, блин, мне не очень-то нравится идея просто много убивать окуней, потому что это не особо весело, честно говоря. Хочется заняться чем-то более веселым, но раз уж такое дело, давайте займемся пока что уничтожением окуней. Вот, как раз они здесь рядом. Очень должны быть всего лишь 200 метров. Немножечко перекусим, так сказать. Блин, здесь было бы побольше людей, я бы себе угрозу повысил, потому что мне даже с охотниками как-то поинтереснее, что ли, посражаться было бы. Да, здесь окуней дофига. И, кстати говоря, это прям какая-то заброшенная, не знаю, заброшенное здание, какая-то заброшенная радиоактивная станция, так как это было. Найс. Слушайте, мы сейчас с вами вырастим уже. ...необходимости, если бы акула придерживалась хорошо сбалансированной питательной диеты. Наконец-то, какая диета для акулы. Для акулы главное побольше мясца, да покровавить желательно еще. Э-э-э-э, так, два есть, давайте еще шестерых быстро грохнем. Слушайте, ну, чувство такое, что мы с вами действительно довольно быстро прокачаемся, потому что, смотрите, уже почти что седьмой уровень. Очень мне интересно, что будет, когда качнемся до седьмого. Дадут ли мне что-то новенькое, неинтересно. И вижу, что за мной аллигатор плывет, пока тут здесь его... Хотя... Что, попробуем? Конечно. На, баракуду напал вместо аллигатора. Какая баракуда, надо было... Давайте пока займемся акунями, потому что нам еще двоих надо грохнуть. Слушайте, а эти прям такие крупные, да? А, мне надо было их именно, что ли? Ну, акула у нас все еще подросточек. Не самая такая мощная, я бы сказал. Ладно, не страшно. Не страшно еще подросточек. Э-э-э, аллигатором я думаю, что-то займусь, да, ем его, потому что что, смысл добру пропадать, если мы уже половину ему раскромсали. Не, электрические зубы это очень хорошо. Это очень хорошо. Они реально много... Ну, сильно помогают, потому что они подстанивают немножко, и... Это ощущается, если... Хоть у нас и хвостом что-то пытается пинать, но у него сейчас уже все. До свидания. Найс, найс. Все, слушайте, прекрасно, прекрасно. Так, ну че, я думаю, что надо все-таки в какой-нибудь более интересный... Убеди 10 окуней, да че ж такое-то, почему у меня все регуляция численностью? Есть что-то более интересное? Дили-дили крокодили, до встречи аллигатора, но это все более, ну, типа не здесь. Озеро, дохлая лошадь. Банкуем на берегу. Рот как сточная труба. Вкусные бомжи. Слушайте, ну я бы, наверное, лучше бомжами бы больше покушал, чем... Так, а это я сейчас нахожусь как раз-таки по сюжету. А, ну давайте, ладно, окей, 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 по сюжету, так по сюжету. Куда мне надо выдвигаться дальше? Я думаю, что бомжами мы можем на стриме, ребят, заняться, поэтому... Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Я думаю, что мы с вами много чего интересного еще устроим в этой игре, прям в прямом эфире. Так, давайте пониже тогда спускаемся. И... Что это она... Типа, а почему она туда не... Туда нельзя, что ли? Типа, игрой запрещено, я так понимаю, да? Ну, прыжок. Смотрите, она прям туда не проворачивается. Видимо, да, видимо... А, стой, стой, стой. Че-то я не совсем понимаю, как это у нас с вами сработало. Ну, ладно. Типа, окей. Опачки, а что это у нас тут такого интересного? Вижу машинки, вижу домики, но не вижу людей вообще никаких. То есть, видимо, все-таки люди отсюда как убрались, так и убрались. Не хотят обратно возвращаться. Очень жаль, на самом деле. Я бы все-таки людьми сейчас с большим удовольствием бы занялся, чем окуней всяких жрать. Так, ну что ж, 700 метров. Блин, прилично. Тоже здесь, конечно, надо проплыть. Блин, так мне нравится, как этот... У нас торчит просто поплавок. Или как он правильно называется? Ну, вы поняли, в общем. Мне прям нравится. Мне прям нравится. Здорово! До свидания. Еще разок вот так. И вот так. Шикарно, просто шикарно это все выглядит. Мне прям очень сильно нравится, как мы с вами можем именно комбинации какие-то проворачивать. Вот такого типа, чтобы уничтожать просто все, что мы видим. Так, вижу, кого надо уничтожить. Это еще одна цель. Банкуем на берегу. Давайте этим с вами и займемся. Кто у нас там? Кто у нас там? Ага, аллигатор 15 уровня. Не, я... Погоди, погоди, погоди. Вот этим еще хочу заняться. Аллигатором пока не буду заниматься. Седьмой уровень это мало. Это мало. Надо больше. Надо больше, чтобы таким аллигатором заняться. Хотя бы уровень десятый я не знаю, потому что... Я просто знаю, что у меня ничего не получится. Он пока очень сильный. Уже сталкивался. Сейчас, ребят, скажу, что... Так, что, давайте кануэ, может быть, сломаем. Кануэ, это все... Не что-то такое прям суперсерьезное. Поэтому, конечно, это легко. Так, слушайте, а до угрозы осталось совсем... Блин, аллигатор меня заметил. Ладно. Ешь человека. Я человека тебе отдаю на откуп. Можешь кушать, я свариваю. До угрозы новой нам остается совсем немножко. Я вот надеюсь, может быть... Может быть, здесь есть люди? На пляжике? Да. Одного тюленя как минимум вижу. Что ты там делаешь-то? Загораешь, чел? Хе-хе-хе. Давай-ка мы с тобой поближе познакомимся, чувачок. Давай. Найс. Хорошо. И пошел. Все, пошли охотники. Погнали. Это самое интересное начинается. Так, минус еще один. Еще по гидрации клуб. Очень важно использовать вот эту вот комбинацию, с помощью которой мы можем прям снимать охотников с их лодки. И таким образом забивать прямиком в воду. Вот так вот. Все, минус охотник. А, еще один. Погоди. Найс. И... Что это ты... Раньше время. Хорошая комбинация получилась. Очень неплохая. Так, погоди. 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 Их тут двое. А, не, трое даже. Смотри, вот это нормально, ловко. Давай, поэтому. Найс. И... Блин, слушайте, прям много чего-то на меня насело-то. И... Вот так. И... Вот так. Найс, мы сбиваем их всех. Это, конечно, очень хорошо. Но они продолжают стрелять. Их действительно довольно-таки много. Давайте вот сюда. Шикарно. Давайте дойдим одного, чтобы у нас в ходе прокачаться тоже была возможность. А то мы всех сбиваем, сбиваем и не прокачиваемся вообще. Еще двое. Слушайте, ну мы уже почти новый у себя уровень охоты открыли, как мне кажется. Так. Классом. И погнали отсюда. На подходе еще. Давайте посмотрим, если... Так, а у меня рот как сточная труба уничтожить цель. Посмотрим, а что за цель? Если это снова аллигатор, то... О, Бобби Боянглас охотится на нас. Найс. Ну давай. А, Бобби это женщина. Ладно, извиняюсь. Феминистки, не серчайте. Струб. Окей. Сразу видно настоящего профессионала. Давайте займемся ею в первую очередь. Так. Я что-то ее не вижу. Ага. Я... Что? Это она? Нет, не она. Где она? Нет, вот она, вот она. Вижу, вижу, вижу. Вижу. Оп. И вот так. Блин, устояло. Видели? Нифига себе. Ушел. Ушел. Ранг дурной славы. Новая эволюция изобилия. Это, конечно, здорово. Но мне бы прокачку хотелось бы, наверное. Давайте побыстрому спешим. Все, найс. Плюс КП. Пытаюсь увернуться, но тяжело, блин. Реально тяжело. Так, стой, стой, стой. Где Бобби? Хорошо. Где Бобби? Ай, меня кто-то... Меня кто-то пнул. Кто-то меня прям просто прикладом, видимо, приложил. Я не знаю, но... Ладно. Бобби в этот раз, по ходу дела, избежала своей участи. Ну ладно, я сейчас попробую справиться. Мы с вами новую эволюцию какую-то открыли, благодаря новой дурной славе. Я надеюсь, что мы ее сейчас сможем использовать и посмотреть, что она вообще из себя представляет. Такс. Так-так-так, сюда нажимаем. И что у нас за эволюция? Изобилие. Увеличивать запас здоровья и сопротивление сбрасыванию с лодки, когда экипаж применяет... Вот, вот что меня убило, кстати, в прошлый раз. И, кстати, мы можем это прокачать. Давайте этим и займемся. Плюс 300 к здоровью. Я сейчас думаю, что мы будем очень сильны, потому что... Ах, это сколько у нас изначально было здоровья, потому что, может быть, 300 это не так уж много. В любом случае, думаю, что это может сработать. Плюс 300 мне почему-то прям нравится, как это звучит. Давайте мы все-таки окунями этими займемся, которые там в 600 метрах. Я хочу это бить. Вообще-то изначально наша цель такая и была. Я не знаю, насколько я немножко отвлеклась, если честно. Думаю, что мы можем сплавать, посмотреть, что там еще интересного у нас с вами будет. На этот раз не буду, наверное, пока на людей нападать. Давайте займемся конкретно окунями. Рот как сточная труба. Ну, это снова аллигатор. Какого уровня? Какого уровня? Какого уровня? 15-го. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, ребят, не. Сорян. Я пока на аллигаторов особо не хочу нарываться, потому что они как раз довольно-таки жесткие. Пока для меня даже слишком жесткие. Туда как бы нам попасть получше. Но я надеюсь, что мы доползем. Или не доползем. Слушайте, ну, я думаю, доползем рывками. Рывками. Понятно. Нифига. Нифига, ребят. Рывками что-то не получилось. Походу, дело... Слезай уже в воду. Походу, дело, есть какой-то другой проход. Только я его пока что, если честно, не наблюдаю. Может, вот это? Слушайте, ну, вроде бы нет. Здесь просто вроде водичка, да? Да, это просто водичка. Слушайте, ну, а странно, почему... Почему я не могу туда забраться? Это реально тупо. Отлично, ребят, с трудом. Но все-таки добрался я до этого местечка. Пришлось сражаться с охотниками по пути. Но, вроде бы, вот оно. То, где здесь мы с вами окуней и должны найти, я так предполагаю. Так, а кто это? А-а-а, понял, 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 понял. Да ладно, даже драться с ней не буду. Мне найти как-то альбиноса какую вообще... А, нет, это не акула, это акушный альбинос. А там кто? Барракуда альбиноса? А, это простая барракуда. А, еще и крокодил. Все, ладно, ребят, давайте забьем. Потому что я так чувствую, что это может времени нормально так занять, пока мы с крокодилом справимся, пока с остальными. Давайте вот просто акунями полакуемся, как-то лежит, и нормально. Так, минус один, акунь, минус. Так, если он меня не интересует особо. Да-да-да, в темноте мы уже видим, точно. Так, это три уже акуня. Э-э-э, четыре акуня. Хорошо, пять акуней. Замечательно, еще пять. Я, на самом деле, не знаю, зачем нам дают такие задания. Довольно такие простенькие и смешненькие даже, в общем смысле. Потому что хочется уже... Ага, требуется просто, чтобы там, как бы, прокачаться. Ну ладно, страшно. Э-э, барракуда и не одна. Убейте суперхищника. Суперхищник, это, по всей видимости, кто-то тоже... Посмотрюсь. Ну-ка, 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 давайте посмотрим, что за суперхищник. Э-э-э, где он находится? Э-э, я че... А, вот это что? Барракуда и не одна. Хищная рыба, суперхищник. Барракуда сама по себе серьезная угроза, особенно, когда охотится в стае. Э-э-э, хорошо. Так, а где у нас тут самое ближайшее логово? Здесь, да? Быстрое перемещение в бою недоступно. Давайте по этому побыстрому свалим. И, собственно говоря, переместимся. Потому что мне уж очень неохота долго отсюда как-то выплывать. Немножко покуролесим по этим местам. Сзади никого, вроде бы. Все, хорошо. Давайте. Давайте сразу телепорти... Да что ж такое-то? Что ж так долго? Ладно. Тогда выплываем снова наверх. Ой, если честно, иногда это занимает определенное время. Но вроде бы сейчас-то боя вообще нет. Никого поблизости, ни одного врага. Да, понятно. Почти приплыл я, друзья, к нужному месту. Уж очень интересно мне посмотреть на суперхищника. Потому что, ну, просто барракут мы вроде бы, ну, нормально гасим. В общем-то, почти что без проблем. Кстати, я не знаю, смогу здесь проплыть или нет. А, мы вроде бы здесь в начале самым проплывали, если я не ошибаюсь. Окей, окей, окей. И прыжок. Я не понимаю, не совсем понимаю, почему не получается сделать нормальный прыжок. Вот как-то именно под каким-то углом надо это делать. Может быть, это баг. Может быть, так и должно быть. Точно не знаю. В любом случае, сом альбинос. Кстати, давайте захаваем, потому что он дает зелененькую. Она не так часто встречается. Это, пожалуй, самый редкий наш элемент. Поэтому, в принципе, можно периодически предгармливаться. Найс! Суперхищник барракуда. Хорошо. Хорошо. Погнали. Погнали, ребят. Я готов. Постараемся, во всяком случае. Десятый уровень. Ну, в принципе, жить можно. Я так думаю. Жить, в общем-то, можно. Десятый уровень еще более-менее. Пытаюсь мансить, при этом дамажить. По возможности. Так. Здесь удается. Шикарно. Так. Куда это... Она спряталась. Хорошо. Хорошо. Два раза. Может еще разок? Хорошо. Тоже нормально. Так. Иди сюда. Иди сюда. Я готов. Давай. Давай. Кушаем. Кушаем. Вообще идеально. Еще парочку ударов. Слушайте, ну у него хп прям много, если честно. Прям ощутимо много. Но она дамажит не особо сильно, потому что у меня тоже сейчас довольно много хп. Блин, эти, конечно, бои подводные выглядят довольно мощно. Хорошо. Хорошо. Ну и сколько урона мы сейчас внесли. Отлично. С разворота. Она меня тоже немножко задамажила, кстати. Супер, 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 супер. Давайте добиваем, добиваем. Нет пощады. Нет пощады, барракудя. Шикарно, мы увернулись. Были. Так, она меня вроде тоже немножко пуснула. Ничего страшного. По демиджу я... Ну, то есть по хп я однозначно выиграю. Да и вроде бы урон у нас с вами даже по-прежнему. На. Звучит как название роб-роба, но знаете ли вы, что есть такая рыба? Костяная эволюция. Повышает сопротивление урону. Он наиболее эффективен против лодок. Побеждайте других суперхищников, чтобы собрать набор. На самом деле, не знаю, мне пока электрические зубы даже больше нравятся. Костяные можно будет затестить в комплекте. Но пока меня больше интересуют именно такие. Следующее задание это проведать пита. И если честно, я думаю, что это задание уже для следующей серии. Однако, я бы наверное выполнил еще какой-нибудь, например, старенькая, которая еще в бою фаутик, приубить дили-дили-крокодили. В свое время, когда я только начинал, это прям было для меня непосильной задачей. Сейчас же, я думаю, что у нас есть все шансы на это. Единственное, что я так думаю, что мне будет проще портнуться на самом-то деле сюда вот и оттуда уже доплыть. Потому что видите, здесь через канализацию это будет не очень удобно. Поэтому давайте быстрое перемещение. Можно было бы качнуть сейчас костяные зубы, но против крокодила все равно электрические будут значительно лучше. Поэтому нет смысла. Это уже вот если мы в следующей серии на пита поплывем, вот там, мне кажется, уже это будет, ну, типа в тему. Так, сканируем заодно местность. Я это уже научился делать со временем для того, чтобы смотреть, если что-нибудь интересное поблизости. Туда мы, наверное, пока не допрыгнем, поэтому не будем особо заморачиваться. А вот и крокодильчика грохнуть, это самое то. Кстати, а вон там мы были? Да, по-моему, были там, вроде как, ничего интересного нет. Здесь все чистое. Крокодильчик уже в трех ста метрах. Уничтожить цель даже такую вот, ну, для нас уже легкую все равно будет довольно приятно, на мой взгляд. Так. Боюсь, что туда я все равно не допрыгну до вот этого знака. Нет, не получается. Ну и фиксим. Пока что нет такой задачи необходимой. Блин, пятнадцатый уровень, вы что? Он же был намного слабее. Мало, игра. Ладно, давайте попробуем. Давайте попробуем. Но я чувствую, что это будет прям тяжело, если честно. Так. Уходим сразу. Продамажили немножко. Упрыгиваем. Сразу. Дэмэдж. Так, уплываем. Уплываем. Блин, мне надо сейчас будет еще пару укусов и надо будет... Блин, я... От крокодила намного сложнее увернуться, на самом деле, чем от других. Слушайте, серьезно. Он прям... Не пошел на штуку только разозлился по ходу дела. Смотрите, я... Давай-давай-давай-давай. Он станется, что ли, от электричества? Смотрите. Ой, сколько мы ему сейчас... Сколько внесли просто. Мы его почти полностью уничтожили. А, он без лапок. Бедолага. Дили-дили-крокодили, как говорится. Нормально, нормально. Давайте так, пушим его сразу. Восьмой уровень подростковый у нас с вами развит. Эти электрические зубы светятся просто шикарно. Ну что, друзья, думаю, что на этом мы будем с вами заканчивать. Если вам видео понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Мне будет очень интересно их почитать. С вами же был Ченаски. До скорой встречи. Пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.